Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает Лападом. Сегодня я хочу поговорить об очень интересном начинании издательства ArtWalkonka. Это серия из истории еды. Вот уж что-что о кулинарии не интересует меня в теоретическом аспекте никак. То есть покушать-то я люблю, а вот насчет того, как и откуда все это берется, это не ко мне. Это вопрос, который, наверное, никогда меня не интересовал сколь-нибудь серьезно. Однако есть области знания, которые обязательно заинтересуют вашего ребенка, особенно в младшем школьном возрасте, скажем так. И из этих областей обязательно нужно что-то знать, потому что без этого вы окажетесь в очень трудной ситуации, когда ребенок задает вопросы, на которые приходится либо изворачиваться и что-то придумывать, либо честно отвечать, ну вот этого я, сынок, не знаю, или дочка, вот об этом мне ничего не известно. Это абсолютно закономерно. Лучше честно сказать, что ты ничего не знаешь, чем придумывать какую-нибудь веселую ахинею. Но на самом деле знать кое о чем полезно. И вот книга «Варенье Нострадамуса» Гелия Певнер и Мария Марамзина придумали и нарисовали вот эту прекрасную книжку, книжку, альбом такую. Значит, это первая серия из истории еды. То есть как раз рассказывается здесь не о Нострадамусе, да, а о его эпохе, его, значит, различных кулинарных открытиях, потому что для меня громадным стало открытием то, что Нострадамус оставил серьезный след в кулинарии, да. Правда, готовить, как оговариваются авторы в конце, там, в эпизоде по его книге, непосредственно вот прям положив ее перед собой, ее текст, невозможно, потому что изменилось все. Изменились сорта фруктов и овощей, да. Изменился химический состав многих вообще вещей, веществ вокруг. Селекция, несколько веков селекция отделяет нас от тех фруктов, из которых готовил Нострадамус, да. И теперь надо уже делать корректировки на это. И сахар, например, по-другому совершенно выглядит, по-другому ценится, и теперь уже мы по-другому относимся к этому продукту. То есть то, что было хорошо в эпоху Нострадамуса, оно хорошо и сейчас, но только приготовить вот в точности такое же варенье очень сложно. Ну, Нострадамус, он оставил не только свои знаменитые центурии, он еще внес огромный вклад в химию, в медицину, потому что одним из, вот здесь вот очень деликатно, да, но в то же время без таких вот украшателей. Здесь рассказано о страшных совершенно эпохах, которые для всей европейской цивилизации наступали, когда приходила чума. И вот рассказано о том, как пытались лечить чуму. Нострадамус потерял всю семью во время эпидемии, но он при этом сам не чурался больных, он лечил их, и люди с ужасом перешептывались, считая его волшебником, потому что его болезнь не брала. По-видимому, это тот самый довольно редкий случай, когда случилась естественная вакцинация. То есть он переболел в очень легкой форме чумной заразой, и после этого уже был неподвластен болезни, вот, и мог кому-то помочь или хотя бы облегчить страдания, потому что это тоже важно. Люди же бросали все, бросали всех и избегали, как только начиналась болезнь. То есть царили хаос, насилие и ужас смертельный появился в Европе. Вот такая вот мрачная страница. За ней следует совершенно другая часть его биографии, когда он занимался своими исследованиями, писал свои ученые трактаты. Между прочим, дружил с Рабле, и они во многом не сходились. Здесь приведет совершенно потрясающий гороскоп, который Рабле в пародию, в шутку написал в своем Гаргантюаре Пантагрюэле, значит, пародируя все вот эти туманные предсказания мудрецов. Но Нострадам все это изучал всерьез. И в частности он занимался поиском того, как можно сохранить свежими и вкусными плоды круглый год, и как можно их превратить в плакамое кушание на все времена. И он впервые описал множество замечательных рецептов варений, засахаривания фруктов, потом различных, то, что мы называем сейчас пастевой, то, что мы называем вареньем на меду, поскольку крестьяне-то никакого сахара не имели, они на меду все и варили. И все это дотошно и популярно описывается в книге. И при этом это страшно вкусное чтение, но руки чешутся что-нибудь попробовать, поскольку фактически все, что только изобретено в этом отношении, ко всему имеет отношение как раз с Нострадамс. Тут самые разные, самые удивительные ингредиенты для варенья. И все это показано, еще раз повторюсь, на очень широком историческом фоне. Вот знаменитый случай Генриха Второго. Показано прямо, как он погибает на поединке. Казалось бы, при чем здесь Генрих Второй, при чем здесь Мария Медичи? Это все рассказано как-то исповедливо, в связи с основной темой книги. Мне кажется, это страшно интересный прием. И когда ребенок читает о том, что ему интересно, как устроено варенье, с чего его варили, и можно ли самому что-то попробовать. Да, в конце вот здесь цукаты из тыквы, засахаренные груши. Это можно попробовать самому. Вполне-вполне на самой обычной городской кухне. Ну вот, значит, вот ребенок, читая во всем об этом, он узнает, что вот эти самые кулинарные штукости, вот эти вот самые кулинарные различные детальки, это часть большой истории. И часть гигантской культуры человечества, которая у всех народов во все времена своя, но в целом она вся неразрывна. То есть невозможно себе представить вот это все абблизианское, поэтическое, да, и романическое буйство, да, вот всю эту красочность его романа. Невозможно представить без вот этих вот рецептов и без вот этой эпохи. И у этой эпохи есть и темная сторона, да, это вот и творцовые интриги, войны и чума, да, а есть и сторона, когда люди жили, как мы с вами, да, просто пытались быть счастливыми, устроить свой быт, вкусно покушать, в конце концов, да, как-то уютно устроиться в этом мире. Это все очень приближает большую такую громадную, монументальную историю к рядовому обычному читателю. Вот к такому читателю, как я, которому очень хочется, конечно, что-то человечное увидеть вот во всех этих вот изменениях. И вместо страшных и зловещих предсказаний Центурии, Нострадамуса, я хотел бы запомнить его еще и таким вот прекрасным врачом, очень смелым, отважным человеком, изумительным химиком, ну, конечно, химиком-алхимиком, да, то есть еще до зарождения химии, то есть самоучкой, которая из любопытства всячески комбинировала вещества, продукты, да, и создавала что-то. И кулинаром, как выяснилось, да. Вот такая вот книга, очень познавательно, сделана не просто со вкусом, проиллюстрирована и оформлена, эстетски прямо-таки. Вот это пример концептуальной книги, да, как можно из хорошей идеи, ну, просто хорошая идея, популярно рассказать об истории кулинарии. И могла бы быть такая, значит, серия брошюрок, да, с простыми рисуночками. Нет, сделано настоящее пиршество для глаз, да, и для вкуса. Посмотрите, полистайте, если мы с вами сходимся во вкусах, то вам тоже понравится это издание Артвал Хонке. Значит, Гелия Перзнер, Мария Марамзина, Варенье Настердамуса. Ждем с нетерпением продолжения.